Профессия. С юности. Тогда, когда, скажем так, я считаю профессиональным музыкантом становится музыкант тогда, когда он первый раз зарабатывает на этом деньги. Вы помните этот день, ночь, момент? Я помню этот день очень хорошо, когда мне было 16 лет, я заработал первые деньги. И получается так, что сейчас уже 36 лет, как я занимаюсь. Ну, скажем, были какие-то перерывы, естественно. Вот этот армейский период, когда я хожу в армию. Там, естественно. Не, ну как, я занимался там музыкой, ну, постольку, поскольку. Потому что, кажется, знаменный ансамбль песни и пляски прибалтийского военного округа меня не взяли по той простой причине, что у меня как раз-таки не было образования. И когда я пытался поступить в Мэддене, в Мэддене мне конкретно сказали, что молодой человек, вам вообще не на что рассчитывать, у вас нет никаких данных, и впереди у вас вообще ничего нет. Потрясающе. Вы на них обиделись, поэтому решили не получать никакое музыкальное образование. Отнюдь. Я поступил в техникум, я закончил его успешно. Моя специальность гражданская – техник-эксплуатационник автомобильного транспорта. Это то, что называется сейчас логистикой, да? Вот. Постребованная профессия, надо сказать. По профессии по своей я работал, ну, минимум, наверное, какой-то, да? С другой стороны, потом у меня была профессия и вообще перепробована сумасшедшее количество. Я был и часовщиком, я был и продавцом в магазине, и дошел и практически до директора музыкального магазина, там, где мы торговали, естественно, компакт-дисками, там, видео, там, и так далее, и такое прочее. Но это все равно близко к тому, чем я занимался. То есть это было не до музыки, а как-то вот во время вашего творческого пути? Это было все-все параллельно, все параллельно. Это вот кризис 90-х, наверное, заставил музыканта идти заниматься чем-то еще, кроме вот… Ну, не совсем, я работаю еще в 80-е годы, я в 85-м году, по-моему, начал работать в часовой мастерской, отработал 6 лет часовым мастером. Ну, вот, скажем, квалификация тоже была достаточно высокая, потому что занимался старинными часами, это восстановление каких-то, ну, это все отдельная история, скажем, об этом сейчас рассказывать тоже можно очень долго. Даже в «Ригас Баллс» в газете была напечатана наша фотография всех часовщиков из одной мастерской, как бригада, скажем, передовая такая вот. Вот так вот. Ну, интересно, с другой стороны. Вот уже какие пересечения, смотрите, часы, часовщик, старинные часы, тут же пал старинные часы, сразу такие параллели приходят на ум. Не знаю, как насчет параллелей, но с «Маэстро» мы познакомились еще в 78-м году, когда я снимался в фильме. Я, собственно говоря, конечно, это уже в далеком прошлом, можно считать, что я и не снимался вовсе. Но об этом я тоже хочу обязательно с вами поговорить, потому что, как говорится, все случайности закономерны, и если вам судьба предоставила шанс сняться даже не в одном, а в двух фильмах, значит, кому-то это было нужно, значит, это кому-нибудь нужно. Вот, кстати, как вы думаете, кому это было нужно, для чего это было нужно в вашей жизни, и какое это имело, ну, что это вам дало вообще по жизни? Искать какую-то подоплеку этому вообще никогда не искал, даже не думал об этом. Ну, как происходило в жизни, так и происходило. С другой стороны, это, конечно, очень хороший опыт. Это опыт, очень хороший опыт работы с хорошим режиссером. Александр Ротович Леймани снимал картину «Открытая страна», где я снимался в главной роли. Это тот режиссер, который в свое время снял «Армию Тресогуски», «Слуги дьявола на чертовой мельнице», ну, вот и так далее, и так и прочее. У него целое, скажем, есть какой-то ряд фильмов, да, которые очень известны. Другой вопрос, скажем, с художественной точки зрения, не знаю, насколько серьезно и хорошо они были поставлены, это тоже трудно сказать, да. Что касается фильма, в котором я снимался, он прошел так, почти незаметно, потому что была затронута в советские времена, скажем, такая тема, как производственная тема. Ученики, заканчивая девятый класс, идут на практику на завод, и показывается все их взаимоотношение с тем делом, да, это, скажем, это воспитательная работа в отношении труда, да, как я там становлюсь чуть ли там не сварщиком, там, вот в этом фильме, да, ну, и так далее, и такое прочее. Поэтому я считаю, что, в общем-то, это был, скажем так, это был социальный фильм Советского Союза. Вот это было направление, да. С другой стороны, это мне дало очень хороший опыт того, что я пообщался и с актерами, да, я понял немножко, что такое актерская жизнь, и что это такое работать на площадке, в кино. В кино и театре, причем, абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Ну, вот это вот фильм, да, и вот в кино у меня произошло знакомство с маэстро Саймоном Паусом. Который сыграл не последнюю роль вашей творческой биографии. Я, когда я пел его две песни, вот, но в те времена получилось так, то, что что-то, не знаю, ему кто-то посоветовал обратить на меня внимание, но я не знаю, ну, я думаю, что там стечение обстоятельств, потому что я был слишком молод еще, в общем-то. 17 лет, что это такое. Вот. Там впереди армия, там, естественно, там все это. Потом, когда я пришел уже из армии, я пошел работать в рестораны, и опять-таки в рестораны приходили люди, которые приходили конкретно на нашу музыку, то, что мы играли. Потому что мы играли в ресторанах не совсем то, что игралось во всех остальных. Мы затрагивали такие, скажем, высокие материи, как Пинк Флойд и так далее, и такое прочее. Вот, что самое интересное. А в дальнейшем, в 88-м году я пробовался на фестиваль Юрмала, где, скажем, из-за отсутствия репертуара, как было сказано, я не прошел этот отборочный тур. Это в тот год, когда выступал Малинин. Он занял гран-при, и Мукту Павел взял первую премию, вот от нас был. И после этого, с периодичностью, я говорю, опять-таки, вот 10 лет прошло, мы столкнулись с маэстро, и еще прошло 10 лет, и вот тогда уже получилось так, что когда ставили Керри, маэстро, в театре, меня пригласили как на бэк-вокал, то есть исключительно поддержкой вокальными партиями. Мы вместе с Ольгой Пирой, кстати, мы занимались в этом спектакле. И в дальнейшем в театре как-то... А вы тогда, кстати, с радостью приняли, я хочу вот уточнить, вы с радостью приняли тогда предложение, будучи уже состоявшимися музыкантами, имеющими и в своих кругах, и в более широких кругах популярность, вот быть на бэк-вокале? Ну почему нет? Во-первых, я могу сказать одну штуку, да, то, что бэк-вокал – это одна определенная часть в вокальном искусстве. Потому что бэк-вокалист, он должен уметь завуалировать свои тембральные окраски голоса и сделать это так, чтобы не перебивать солирующего певца. Да? Я же этим занимался на студии очень много. Я очень много кому писал бэк-вокальные партии. Это, скажем, такие, как и Александр Шипицын, который в свое время в Москве, он был, скажем, шансон, да, это направление музыки. Он был достаточно известным товарищем, потому что мы с ним ездили еще и на радио «Шансон». У Ксении Стриж мы были на передаче «Два часа интервью».